Добрый вечер! В эфире «Вести» Карачаева-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. В селе Нижней Ермоловке прошла акция по собиранию валежника. Участники мероприятия не только очистили лес, но и оказали помощь жителям. Знать, чтобы жизнь сегодня – Международный день борьбы со СПИДом. В Карачаево-Черкесском медколледже прошла акция, организованная студентами. Мы выбираем жизнь, скажем, наркотикам нет. А в третьей школе Черкеска составилось мероприятие, где говорили о вреде запрещенных препаратов. Учить правила дорожного движения нужно с малых лет. Это особенно актуально сейчас, когда в разы увеличилось количество автомобилей на дорогах. Дружный отряд из сотрудников Минприроды, Карачаево-Черкесии и сотрудников Зеленчугского лесничества десантировались в окрестностях села Нижняя Ермоловка. Спецоперацию по сбору валежника возглавлял министр природных ресурсов республики Диана Качкарова. Данная акция – это ее личная инициатива. К ним присоединилась и Фатима Даурова. Откуда дровишки? Из лесу вестима. Некрасовские строки теперь звучат на современный лад. Тут главное – лишних дров не наломать. В тонкостях заготовки валежника сотрудники Минприроды республики и их коллеги с лесничества разбираются лучше всех. Специалисты знают, какую ветку или ствол дерева можно отнести к категории валежник и собирать без нанесения вреда экосистеме леса. Тут нужно соблюдать особые правила. Потому что не все, что лежит в лесу, можно собирать под видом валежника. Это есть определенная система, которая позволяет нам определить, валежник это или нет. В первую очередь, это должна быть сухостойная древесина, которая уже оторвана от корневой системы. И причем не первого года. То есть она должна лежать в лесу не один год. Уже даже по карет, по свойствам древесины видно, что это уже не обладает деловыми качествами древесина. Ее можно использовать именно под видом валежника. Министр природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии Диана Качкарова была инициатором проведения работ по спору валежника. И сама лично подает пример своим сотрудникам. Акция направлена не только на санитарную очистку леса и предупреждение пожароопасных ситуаций, но и в первую очередь она рассчитана на оказание помощи остро нуждающимся жителям негазифицированных населенных пунктов. Если даже посмотреть сейчас, мы собрали достаточно уже хорошее количество валежника, которое, если мы доставим, обеспечить, я думаю, по крайней мере, как минимум, вот с этой территории уже порядка пяти-шести домов, домовладений мы обеспечим. Но это только на начальном этапе, вы видите, мы только приступили. Но я думаю, что мы и дальше по территории туда пройдем, там тоже соберем везде, где лежит валежник. Для граждан, решивших самостоятельно собирать валежник, существует определенная процедура, через которую нужно пройти, чтобы не нарваться на штраф. Сначала нужно отправить уведомления на заготовку в адрес лесничества, в границах которого будет проходить сбор древесины. Граждане обращаются к нам, уже поняли, что это действенно влияет на снабжение подворья дровами, поэтому у нас тенденция увеличивается. В этом году мы уже около 30 заявлений рассмотрели, выдали уведомления, соответственно, граждане уже занимаются под чутким контролем непосредственно лесничества на месте. Буквально за час волонтеры добрых дел разобрали по нужным веточкам близлежащее лесное пространство и собрали целую гору сухих дров. Где-то в поселке может жить семья пенсионеров, которая не может заготовить дрова на зиму. А в лесу вокруг этого поселка лежат сухие поваленные деревья. И вот эта куча, которую вы сейчас видите за мной, может на некоторое время обогреть деревенский домик обычной бабушки, у которой пенсии не хватает на приобретение дров. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлен 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 30 170 человек. Из них 26 031 выздоровели, 516 человек госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью и утром местами осадки, мокрый снег. Ночи в центральных и южных районах очень сильные. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура ночью минус 1, минус 6. В горах до 11 градусов мороза. А днем плюс 2, плюс 7. И местами минус 3, плюс 2. В Черкесии ночью и утром мокрый снег. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура ночью минус 2, минус 4, а днем 4,6 выше нуля. Три причины купить шубу в вятских мехах. Первое. Низкие цены. Второе. Еженедельные новинки. Третье. Куртка в подарок. Кавказская 42. Напротив ТЦ Панорама. Продолжаем выпуск. Сегодня Международный день борьбы со СПИДом. В Крачево-Черкесском медицинском колледже прошла акция «Мы вместе против СПИДа», организованной студентами. Каждый человек на планете подвергается риску заражения ВИЧ, поэтому необходимо разъяснять людям, как можно себя обезопасить от этой болезни. На мероприятии побывал наш корреспондент Алихан Лепшоков. В этот день важно напоминать людям о том, чтобы каждый мог обезопасить себя от ВИЧ-инфекции. Студенты Республиканского медицинского колледжа в виде презентационных работ рассказали о том, что из себя представляет эта коварная болезнь. Психолог Центра профилактики борьбы со СПИДом и инфекционным заболеванием Елена Колесникова подчеркнула важность проведения таких мероприятий для информирования молодежи, дабы придасти речь от распространения этого вируса. Но мне бы хотелось к вам обратиться как к будущим медикам. Все сегодня сказали, все верно и правильно. Количество ВИЧ-инфицированных в Карачаево-Черкесии за весь период регистрации с 1989 года по 6 месяцев 2021 года составило общий кумулятивный показатель 1165 случаев. 945 – это наши жители, наши республики. Только за период полугодия 2021 года нами было установлено 33 новых случая заражения. В ходе акции ребята рассказали о тех необходимых мерах предосторожности, чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией. Руководство администрации медколледжа уверено, что эти акции, организованные самими студентами, позволят глубже ознакомиться со симптомами этого вируса и тем самым сохранить свое здоровье. Актуальная проблема этого вопроса в обществе стоит очень остро. И, как сказала уже Ирина Ачиславовна, вы, как будущие медицинские работники, как никто другой, должны знать, помнить и всегда быть бдительными. Сегодняшнее наше мероприятие еще раз подчеркивает важность, значимость и тем самым мы хотим привлечь внимание общества к этой сложной, важной теме. СПИД сегодня – это не что-то далекое, которое тебя никогда не коснется, а грозная реальность наших дней. Поэтому нам нужно быть хорошо информированы об этой болезни, отмечают студенты медколледжа. Сейчас эта тема очень актуальна, это очень значимо для нас. Существует очень много путей передачи ВИЧ-инфекции. Мы должны соблюдать это правило, предохраняться и все такое. Мы знаем, что существует очень много путей, но, тем не менее, мы не должны считать, что все эти заболевания находятся далеко от нас, они все среди нас, и мы должны соблюдать правила. В третьей школе Черкескос осталось расширенное мероприятие на тему «Мы выбираем жизнь. Скажем, наркотикам нет». На встрече обсудили опасность употребления запрещенных препаратов и их влияние на организм человека. О том, кто принял участие в обсуждении темы и как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра, расскажет Альвина Ламкова. Наркотики и подростки – довольно сложная тема для школьных психологов и родителей. Желание влиться в компанию, склонность к экспериментам – причина первой пробы. Но для того, чтобы это не случилось, проводимая профилактическая работа важна. Конечно, такие мероприятия у нас проводятся в школах постоянно, на регулярной основе. Мы в начале года заключаем совместные планы о работе в каждой школе нашего города. И, конечно же, эта работа ведется непрерывно. Но сегодняшнее наше мероприятие у нас в несколько расширенном составе. То есть у нас присутствуют абсолютно все представители сфер первичной профилактики наркозависимости, в первую очередь, что, конечно, тоже дает свои результаты. Для более наглядного примера того, как меняется психика несовершеннолетнего после приема запрещенных веществ, школьники представили гостям хореографический номер. В нем без слов было понятно, как отрицательно влияют вредные привычки на здоровье. Дети подготовили и театрализованное представление – школа вредных привычек. Во сне мне приснились вредные привычки. Не хочу я встречать на ему. Лучше я могу вырабатывать у себя хорошие привычки. Подростки, конечно же, попадают под влияние, под негативное влияние очень быстро. Поэтому надо на ранней стадии это искоренять. Поэтому мы тщательно стараемся работать с детьми и прививаем любовь к спорту, к здоровому образу жизни. На мероприятии специалисты рассказали школьникам не только о вреде наркотиков, но и о наносимом ущербе здоровью от курения табака и употреблении алкогольной продукции. О том, что последствия от их приема может потребоваться вмешательство врачей и даже привести к летальному исходу. Внимание ребят было опрощено на то, что пагубные привычки не делают подростка взрослее. Они плохо воздействуют на общение с друзьями, родными и близкими, на то, как в дальнейшем сложится их судьба. И, пожалуй, самая главная мысль мероприятия. Для того, чтобы не попасть в капкан наркотической зависимости, необходимо никогда не употреблять наркотики. Вокруг много способов стать счастливыми. Ведь каждый человек – хозяин своей судьбы. А главным помощником на этом пути станет здоровый образ жизни. Альвина Ламкова, Лебастанов, Вести Корчаева, Черкесия. Вспомнить правила дорожного движения для детей, дешкалят и школьников. Актуальность обеспечения безопасности дорожного движения растет. И это объясняет с увеличением количества автомобилей на дорогах. В таких условиях большое значение приобретает выполнение ПДД для детей, которые являются самой незащищенной категорией участников дорожного движения. Безусловно, детям нужно объяснять. У меня старший сын есть, 6 лет, я ему объясняю, что нужно делать, как, как переходить дорогу, как нельзя это делать. И я считаю, что это как и родители, так и в школе тоже должны. Ну, если ребенок в садике, и в садике, соответственно, тоже обязательно. Если дети маленькие, то, наверное, это как-то в игровой форме может быть. Ну, просто мы с детьми часто гуляем, я им наглядно, грубо говоря, показываю. Потому что у меня сын уже старший, честно говоря, знает, что вот там кто-то неправильно перешел, кто-то неправильно поехал, они уже как бы, ну, понимают, знают. Потому что это такой серьезный вопрос на самом деле. В аварийную ситуацию и усугубляется тем, что даже теряя самая жизнь, теряется у ребенка. Но я хочу сказать, за это несет ответственность только взрослые. В первую очередь родители, потому что они правильно не объяснили, где правильно переходить дорогу и как это делать. И также дети должны быть всегда под контролем. А в свою очередь несет за это ответственность школа. Школа должна ввести специальный курс лекций. Сразу после школы нужно объяснять, как нужно вести себя на дороге, на пешеходных переходах. И это нужно объяснять с помощью отдельных бесед, либо в развлекательном, с ребенком. И в это же время пытаться научить его, как нужно вести себя на дороге, как нужно вести себя, например, даже не то, что на дороге, а когда ты сидишь в машине с родителями. И вообще, как себя вести правильно. На примере на своем показывать. Переходишь с ним дорогу, обязательно нужно объяснять, рассказывать, показывать, что туда нельзя, сюда нельзя. Ну, так, конечно, зависит от каждого родителя, кто как будет вести себя. Потому что очень многие ленивые у нас есть. Нужно развивать везде, где можно. Но если ребенок маленький, можно даже с помощью каких-то игровых таких объяснений, ну, то есть в качестве игры, например, можно чаще ставить детям мультики, например, с этими объяснениями. Завтра, 2 декабря, в общественной приемной партии «Единая Россия» состоится прием граждан. По социально значимым вопросам обращения жителей рассмотрят представители Фонда социального страхования и Министерства труда и социального развития республики. Подробную информацию можно получить по телефону 20 12 12. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Ключ от всех дверей». «Ключ от всех дверей» «Ключ от всех дверей»